Всем привет! В этом видео я покажу как из любых часов, у которых есть будильник, сделать самоделку, о которой мечтают многие. Для начала нам нужно разобрать часы, чтобы добраться до платы. Отпаиваем провода от динамика. Теперь откручиваем винты и извлекаем плату. Для самоделки нужен только экран и плата. Провода, которые шли на динамик, нужно отпаять и заменить их на длиннее. И также нужно припаять провода к контактам от кнопок. Пока плату убираем в сторону. Далее для самоделки я использовал корпус от какого-то блока питания на 12 вольт. Наносим на крышку разметку, а затем проделываем нужное нам отверстие. Далее сверлим еще несколько отверстий сверлом на 3, а затем их расширяем. Теперь берем приборную розетку и крепим ее к крышке от блока питания. В остальные отверстия вставляем кнопки. Кладем крышку на ровную поверхность и вставляем в нее экран, нанеся несколько капель термоклея для фиксации. Затем прижимаем к экрану плату и также фиксируем термоклеем. Припаиваем провода к кнопкам. Далее из куска пластмассов я сделал место для крепления батарейки. С этой частью корпуса все. Далее берем вторую и сверлим в ней 2 отверстия. Теперь берем 2 отрезка провода и с помощью винтов фиксируем их как показано на видео. Все это пока откладываем в сторону. Еще для самоделки понадобится зарядная от мобильного телефона. Разбираем его и извлекаем плату. К плате нужно припаять провода для подачи напряжения 220 вольт и к выходу 5 вольт. Снова берем часть корпуса от блока питания и крепим к ней плату. Также нам понадобится реле с катушкой на 3 вольта. И второе реле с катушкой на 5 вольт. А также понадобится конденсатор 16 вольт 10 микрофарад, диод IN4007 и транзистор КТ315. Теперь берем вторую часть корпуса и соединяем все по схеме, которая показана на экране. Вот так вот у меня получилось. Далее вставляем батарейку и закручиваем крышку. Все, самоделка завершена. Как видите, кнопки работают отлично. Теперь переходим к испытаниям данного устройства. Наводим будильник на 3,25. Затем подключаем какой-нибудь потребитель и вставляем устройство в розетку. Когда сработает будильник, лампочка должна включиться. Все работает отлично. Но это еще не все возможности нашей самоделки. Берем кусок провода и подключаем его к болтикам. С обратной стороны снимаем изоляцию и на каждом конце удаляем жилы, оставляя только по одной. К жилам прикладываем несколько спичек и фиксируем их изолентой. Скручиваем жилы между собой. Далее смотрите пример, как все это работает. В твердотопливном котле у меня есть смотровое окошко. Через него я завожу провод со спичками. Далее протягиваем провод в топку. Наверх накладываем бумагу, а затем дрова. Включаем наше устройство в розетку и к нему подключаем котел. Будильник я навел на час и две минуты. Все работает отлично. Как видите, с помощью такой самоделки можно включать любые устройства на нужное вам время. А также по заданному времени разжигать котел. Кому видео понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь им с друзьями, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать колокольчик. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok